Всем привет! В эфире «Спортивная среда» и начать выпуск мы хотим с поздравлений Ивановского футбольного клуба «Текстильщик». Наша команда досрочно стала победителем первенства России среди команд профессиональной футбольной лиги. Команда Дениса Бояринцева обыграла футболистов подмосковной «Коломной» со счетом 2-1. В предпоследней игре сезона Ивановской команды счет в первом тайме открыл соперник. На 47-й минуте второго тайма после углового Денис Фомин сравнял счет. А на 80-й минуте удаление у «Коломенцев» и пенальти, которое уверенно реализовал капитан красно-черных Александр Щеницын. Тяжелейший матч выдался. Игроки «Коломны» бились, как будто в последний раз на поле вышли. Вот. И результат первого тайма абсолютно сопоставим с той игрой, которую мы, к сожалению, негнякнули, немножко показали. В атаке совсем ничего не получилось в первом тайме. Ну и соперник нас наказал забитым мячом со стандарта. Ну, в втором тайме немножко подкорректировали, сделали упор на атаку. Матч с клубом «Исколомны» стал 23-й игрой в этом сезоне. Всего текстильщик набрал 52 очка, держав 15 побед и 4 встречи, завершив ничью. Последняя игра сезона с командой «Знамя труда» из Орехова-Зоева пройдет на стадионе в Иванове 2 июня. И еще одна новость из мира футбола. Сергей Письяков, воспитанник Ивановского футбола, попал в окончательный состав сборной России. Тренерский штаб объявил итоговый список игроков отборочных матчей чемпионата Европы 2020 года Сан-Марина и Кипром. Поздравляем Сергея! И еще одна победа всероссийского уровня. Сборная команда Ивановской области стала первой на Всероссийском фестивале «Игры отважных». Что особенно приятно, этот турнир в нашей стране провели впервые. Его участниками стали более 300 школьников из 43 субъектов страны. Наш регион по итогам отборочных туров представили 6 ребят из разных муниципалитетов области. В борьбе за золото им предстояло преодолеть дистанцию длиной 3 километра, проложенную в лесу. Команда нашей области показала лучший результат – 20 минут 32 секунды. Изначально на такой результат, конечно, мы не надеялись. Но благодаря подготовке наших тренеров, которые они нам дали, нам все-таки удалось это с большими усилиями сделать. На протяжении этих трех километров 14 препятствий. И нужно было в последовательности друг за другом проходить это все всей командой. День города, который отметили в Иванове, тоже, конечно, не обошелся без спорта. Центром физической активности стал городской парк имени Степанова. Там сразу на нескольких площадках шли соревнования для людей разного возраста. Молодежь встретилась на фестивале уличных видов спорта Life for Real на территории скейт-парка. Там ребята демонстрировали зрелищные трюки на самокатах и BMX-велосипедах. Равнодушным не остался никто. Мы ждем, когда Александр к нам подъедет. Вот это да! Спасибо, Александр, огромное! Расскажи, пожалуйста, что нужно знать, чтобы вот такие трюки были безопасными, чтобы не травмироваться? Ну, во-первых, перед катанием нужно обязательно проводить разминку. Потом, если начинаешь шутить какой-то новый трюк, нужно одевать всегда защиту, чтобы не удариться и прочее. Расскажи, пожалуйста, про свой самокат. Наверняка он особенный. Ну, этот самокат с укреплением, он не складывается, он не для уличного катания, он для выполнения сложных комбинаций. И еще бы я хотела тебя спросить, что ты можешь пожелать тем, кто только захочет заниматься уличными видами спорта? Ну, во-первых, нужно большое желание, чтобы этому всему научиться, смотреть обучающие ролики в интернете и больше тренироваться. А еще в День города свои силы. В сдаче норм ГТО попробовали самые маленькие. Финальные состязания нового проекта по пропаганде здорового образа жизни «Маугли. Чемпион 37» прошли в городском детском парке. Спортивное воспитание должно начинаться с детского сада. Уже в возрасте 3-6 лет можно и нужно закладывать модель здорового образа жизни. Именно для этого в Иванове разработали программу «Маугли», которая помогает малышам развивать свою ловкость и гибкость. В мае в рамках проекта на открытых спортивных площадках города специалисты муниципального центра ГТО проводили мастер-классы. Эта программа нужна для того, чтобы вырастить здоровое поколение. То есть начинать с детьми заниматься с самого маленького возраста, когда у ребенка закладываются все самые основные навыки. И прививается культура развития спорта, здорового образа жизни. И чтобы в дальнейшем ребенок выбрал правильный путь по жизни. На этом наш спортивный выпуск завершается. Любите спорт в себе, а не себя в спорте. До новых встреч, друзья!